Думайте решить проблему, допустим, пробок в центре города и парковочных мест, вот нехватки парковочных мест в центре. Давайте про парковки, так же как про ЖКХ, знаю не понаслышке, да, в Центре гражданских практик работаю директором, и порядка 70% это ЖКХ люди приходят. Что касается парковки, кроме того, я еще и бизнесмен, и побываю в других странах, прекрасно, например, как в Германии сделаны парковки, думаю, елки-палки, а почему у нас не сделать? Прихожу в администрацию, говорю, вот я хочу, запатентовал технологию, тоже, как эти патенты получаются, тоже знаю, не понаслышке. Давайте вот сделаем, я им все разложил по полочкам, они говорят, у нас нет денег. Я говорю, я не пришел, у вас не просил денег. Я хочу построить, вы мне дайте места, ну без откатов, потому что парковки тут не та сахарная тема, где деньги сразу валятся. Да, больше социально. У нас нет денег. Хорошо, с Гнездиловым разговариваю. Гнездилов, это у нас тоже заместитель губернатора. Он посмотрел, посмотрел, окупаемость 7 лет. Так это долго, я говорю, вы мне подскажите бизнес, где заняться, чтобы окупаемость быстрее, я это брошу и буду заниматься. Он промолчал, ничего мне не сказал. Есть варианты. Ну да. Да. Орёк. Да. Конферк бодяжить можно. Ну и все. Ну это все-таки на грани. По полтора года я ходил, ходил, ходил за ними, говорю, ну вот-вот-вот, так наивно думал, продуктивно все-таки. С Шук Ильичем встречался, с губернатором встречался. Ну давайте. Извиняюсь, Плюбил, а вы про какие парковки говорите? Конкретно, то есть про многоуровневые, про что вы говорите? Многоуровневые, по темной парковке, да. Я готов был построить за свой счет. А у них нет денег. А у них нет денег. А он не догадался. А я не догадался, что у нас нет денег, вот карман. По-другому. Да. А я в ответ не догоняю, говорю, что я у вас не прошу деньги. Так они меня просят, у нас нет денег. Ну это не тот бизнес, где можно, я говорю, это же не тот бизнес, где супермарминг построил, и всем можно, конечно, щедро оплатить, потом себе зарабатывать, молоко покупать по 10 рублей, продавать его по 30 рублей. Нет, это социальный проект, платить никому не буду. Все, заглохло. Что, например, по транспортной системе? Опять же, меня упрекают, считая со своими парковками, улучшить транспортную систему. Я говорю, стоп, я не вызывался решить транспортную систему. Я хочу устроить парковки, и чтобы она маленько разрядила транспортную систему. Если вы хотите проработать парковки, я вам отослал огромный пакет документов на имя Шукрищина, губернатора. Как вопрос должен решаться? Все легло под стол куда-нибудь, выбросилось, мы полтур, наверное, сдали. У нас есть такая программа Красноярс 2020. Вот там... Скоро уже ее итоги увидят. Да, да, да. Пятилетка в 4 года. Там не заложено пару строчек, что у нас должно решиться с транспортной системой. Это бардак, то есть у нас край принял, город принял Красноярс 2020, как будет развиваться, а транспортной системы нет. Я говорю, губернатор отчитался, ну, всем, и мне в том числе, говорит, что они сделали тысяча, по-моему, тысяча карманов сделали в прошлом году. Не просто карманов. Карманов, карманов сделали. Карманов тысяча. Я говорю, извините, Лев Владимирович, а вы знаете, сколько у нас покупается машин в год? И вы не знаете, наверное, да? 30 тысяч. Что вы сделали на свою тысячу мест? Если вы хотите решить, вы крикните ключ, да, кто хочет решить транспортную систему, они сделают. Ну, так тоже, 30 тысяч машин покупаются, часть же утилизируется. Сколько утилизируется? Копейки. Да вы видите, что прирост 30 тысяч? Прирост 30 тысяч. Утилизируются они прекрасно, утилизируются возле планеты Мегазона. Вот так утилизируются, мне очень нравится. Вы знаете, по поводу транспортной программы у нас, у меня есть такое ощущение, что вот, как бы, правильно, там сказали, что у нас в городе нет программы транспортной системы, программы развития транспортной системы. Потому что, ну, все, да, метро начали строить, метро закончилось строить, закопали, на против вокзала сделали парковку. То есть, ну, как бы, такой... Нет, парковка на против вокзала, это скорее хорошо. Нет, я согласен, что хорошо, плохо, что закопали, да, условно, закопали. За наши деньги, откопали, закопали, что потом не годится. Это классная схема, она еще будет.